Основной целью конференции стало обсуждение проблемных вопросов развития животноводства и кормопроизводства. Как рассказали местные ученые, одной из самых востребованных и знаменитых на территории Западно-Казахстанской области считается казахская белоголовая порода крупнорогатого скота. Но, согласно статистическим данным, по всей республике сейчас плодовитость составляет не более 60%. Хотя в развитых странах этот показатель достигает 90%. Главная проблема в чем? Это недостаточность кадров. Раньше все было организовано, государство все это само предоставляло. А так как с конца 90-х это все ушло на убыль, а все хозяйства сейчас частные, многие фермеры, многие владельцы не хотят тратить деньги на такую мелочь. Это кажется мелочью. Но когда получают приплод на следующий год и недополучают вернее, тогда и берутся за голову и ищут специалистов. Тем не менее, иностранные ученые считают местный опыт животноводства одним из самых успешных. Поэтому хотят перенять его. С казахстанскими и российскими учеными совместно изучено более 40 показателей по каждому животному. У нас задача заключается в том, что дальнейшее расширит возможности использования казахской белоголовой породы, не только в Казахстане, в России и за рубежом тоже. У этой породы ряд преимуществ. Считается, что она неприхотливая, более устойчивая к внешним факторам. Но тем не менее, фермер должен проверить быков на продуктивность. Если бык не оценен по качеству потомства, в дальнейшем от него могут быть трудные отелы. И потом, для местного скота желательно применять животных местной селекции, говорят ученые. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.